Президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее принятый законопроект об отсутствии маски в общественном транспорте и местах. Теперь украинцев будут штрафовать от 170 до 255 гривен за неправильное ношение маски в общественном транспорте, зданиях и сооружениях. Давайте узнаем мнение одесситов, насколько они готовы к новым штрафным санкциям. Как вы относитесь к тому, что будут теперь штрафовать? Очень положительно. То есть вы считаете, что это повлияет как-то на решение всей этой ситуации, что люди просто игнорируют? Естественно, посмотрите, сколько народа на улице. Я вообще составил бы всех на улице в масках ходить, пока коронавирус не уйдет. В целях безопасности граждан, конечно, это правильно, потому что в первую очередь, как бы, люди, ну, как бы, наше правительство думает о нас, в первую очередь, да, о здоровье людей. Ну, то есть мы ходим в магазины каждый день и одеваем маски там, почему не можем делать это всегда? Скажите, штрафы от 170 до 255 гривен помогут решить ситуацию? Вы знаете, вот как у нас это работает, люди, человек 100 оштрафуют, а это пойдет все по устам остальных людей. И, ну, не все, конечно, будут носить маски, но большинство, я думаю, будет. Да, я считаю, что правильно, потому что наши люди, знаете, они такие немножко, мягко говоря, со странностями. Им лучше, не дай бог, что, чем одеть маску. Я думаю, что эта ситуация никак не поменяется. Люди, как не носили, так и не носили. Те, которые переживают за свое здоровье, которые относятся к этой проблеме серьезно, то они будут и дальше ходить в масках везде и по улице. А те, которые до этого относятся, как к какой-то фикции, для формальности, то те так и дальше будут ходить и без масок, а, выходя в какие-то магазины, где это требуют, будут вдевать их потребление охранника. Но, возможно, лучше одеть маску, чем заплатить штраф? В принципе, в том плане, да, я согласен. Однако, нашлись и те, кто не согласен с новым законопроектом. Большинство наших собеседников жалуются на то, что прежде, чем вводить подобные санкции, правительство должно обеспечить людей соответственными средствами индивидуальной защиты, а уже затем требовать соблюдения карантинных правил. Я считаю, что люди правильно игнорируют ношение масок, потому что маски абсолютно не защищают от вирусов. Более того, я считаю, что данная пандемия раздутая, что вирус, на самом деле, он присутствует, но он, как обычно, РВИ дает абсолютно такое же, похожее на грипп, течение болезни, выздоровление большинства людей, о чем говорит статистика. На сайте Держстата можно посмотреть статистику от смертности людей. Ничего не изменилось, смертность людей не повысилась, а значит, никакой проблемы нет, она надутая. Сначала пусть обеспечат и штрафуют, пожалуйста, надо двоякое, чтобы было. Ну вот штрафы предусмотрены от 170 до 255 гривен, сегодня вот Зеленский подписал указ. Какая разница, пусть предоставят сначала, сделают условия, потом требуют. Слышали ли вы о новых штрафах за не ношение маски? Слышала. Как вы считаете, это правильно, штрафы от 170 до 255 гривен? Безумные штрафы, ни к чему не прикрепляются, просто вот взяли с потолка и придумали. Ну, пускай будет, так должно быть, наверное. Согласны с этим? Ну, за штрафы нет, а то, что ходить в масках, да. Изменит это ситуацию как-то к лучшему? Конечно нет, особо нет. Кислорода не хватает в реанимации, а мы про маски боремся. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования. Протокол о наложении штрафа будут выписывать сразу на месте, как и в случае с нарушением ПДД, отметил министр здравоохранения Максим Степанов. Он добавил, что штраф смогут выписывать как сотрудники нацполиции, так и представителей эпидемиологического контроля и органов местного самоуправления. При этом министр юстиции Денис Малюсько объяснил, что принятие закона не предполагает санкции за отсутствие маски на улице. Василий Базовлук, Константин Нищерет, телеканал Репортер.